Игнат Тихонович Хозяин Владимир Кук ждет нас Но устал ураган А вон собачка бегает Калужская область Село не помню по названию Наш брат Николай 2 июня 2014 год мы на базе нашей Вот он наш контейнер Большой Никогда не торопись выключать До конца иди Пусть некоторых хвостик будет Хоть там малейки и ходи где Разгружали, разобраться не могли Может все ставили Там собака бегает Бегает собака Бегает собака, да? Здесь темно Это наш контейнер Где мы будем разбирать книги А какой это район-то какой? Бабинский А село не помню Бабинский, да? Смотрите, хозяева встретили Незнакомые нам люди А приезжал тут Димитрий Вулкин с Калининграда Незнакомые люди Мы их не видали никогда Представьте, ты еще когда приехал Приготовили вот этот контейнер Это книги Это наша ставка нынче здесь Мы только начали готовить Они тут мангал, печку все притащили Мы кое-как попросили Ну разрешите нам Потом мы уже там может Если что-то лучше Ну вот мы привыкли Выкопали нам Мало куплива надо А это нынче мы ходили Русский дом Посмотрите, вот сколько журналов дали нам Какая ценность Я их сейчас раскладываю По одному экземпляру Пачками Это мы отдадим в каждом государстве В каждой библиотеке То есть Это прекрасный и чудесный журнал Русский дом Вот он, возьмите его Ну по порядку Любой номер его возьми И посмотри как он выглядит Грутов тут Главный редактор тут Я могу сказать вот так Ну вот оно видно Сейчас я по одной Беру А вот третий номер 2014 года Вот оно Третий номер Тут оказалась статья Про Потеряевку Это большая статья И нужно сказать Что очень хорошая Вот она Смотри какая Сейчас я покажу ее Называется В этой деревне Огни не погашены Вот она Даже можно показать Вот он Как журнал этот выглядит Номер третий Для тех Кто любит Россию По благословению Патриарха Алексея II Иоанна Крестьянкина Николая Гурьянова Это все в предисловии Тут написано И вот в этой деревне Огни не погашены Это про Потеряевку Так Заповедник православия Хоть еще один вздох А вот приехал Эпискот Максим Дмитриев У нас в Потеряевке Отец Аким Ну тут я рассказываю Тут я просто для смеха Взял гитары Меня сфотографировали Это в храме у нас Батюшка запрогляет Карагеза Молодожены Батюшка за овечками Ну и я с голубем Тут уж Еще не знают Владимир Васильевич Ритунский Спецкорреспондент Русский дом Алтайский край Вот как И вот мы едем Это мы Я подарил свои книги И они мне вот такой Посмотрите сколько экземпляров Это же такая ценность Какие люди Нас первый раз видят И пожалуйста Я сейчас раскладываю по номерам Вот так вот беру Один номер Теперь беру второй Третий Четвертый Пятый Шестой Седьмой Восьмой Девятый Десятый И одиннадцатый Это наш журнал Все Вот в руки Библиотеку Это мы дадим В Германии Где в каких государствах В Италии Там Папе Римскому подарим Пусть считает Франциск И Венедикту Вот Приедут друзья из Англии В Англию дадим В Финляндии Дании Швеции Норвегии Швейцарии Бельгии Нидерландах Это там где мы надеемся Если Господь благословит Ну и вот так Показал Мне вот эти ящики надо Это Какой то ящик Подправить его Мы возьмем часть А часть мы тут оставим Для российских библиотек Для В России Мы вернемся И тут мы должны пройти До До самого севера Мурманск Библиотеке все это Подарить Свои книги 38 книг Мы покажем Сейчас как там Раскладываем Пойдем-ка попутно Сразу Тут готовим ужин Первый день Мы только приехали Хозяева готовят уже помыться Вон у них дом Приблизь как можно Вот Там козы у них Собачки Говорит что лисы зимой пакостят Да Ну вот А я сейчас лежу Тут прям садятся Дикие утки Большие косатые Деревья то какие И мы тут Пришли Нам одно удовольствие Радость Это у них Машины Ворота Вот наша собака Тут охранять будет Вот она сидит Урожан А это вот Большой Говорят это Контейнер Морской Снаводы такие Снаводы такие Мощнейшие Вот мы приехали И теперь мы Раскладываем книги Сначала разложили Вот это Симфония Не канонические книги Письма о православии До слова бога Нету Но он и заведет Снаводы третий пункт И он дополнительный Потому что много Отдельно будут Симфония Вот видите Крестного православа Вот уже Раскладывает Виктор Николаевич И вот По одному Экземпляру Получается Две коробки Тридцать один килограмм На полке Это метр сорок Каждое Отдельно наберем Это 750 евро стоит А длина конвейера Какая Примерно Метров двадцать Я Молнию Это 17 Сейчас Раз Два Три Четыре Пять Шесть Тридцать 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 Желать Больше нельзя Мы это все делаем Бесплатно Бесплатно Мы Развозили по библиотекам У нас главный лозунг Россия должна встать Когда меня спрашивают Почему это делаете Я отвечаю Мой народ Моя страна в грозной опасности Из-за того что люди не знают Христа Страна погибает И этот Майдан который там есть Что устраивает в Украине Он в один день полыхнет Россию начнет на счастье колоть и раздирать А мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы русский народ, белорусский, это один народ, я не могу никак разделить его. Там Бандерас, тут федералисты, а для меня этого никого нет, это живые души. Вот сейчас убили Николая Леонова, а мы с ним несколько роликов были, беседовали. Он кикбоксинг, был чемпион мира, а пулька, и все, нету. Он был за войну, а я говорил против. Это в интернете есть, на моем форуме. Вот маленько показать как. Я просто не могу, мне 75 лет будет через неделю, через неделю, 10 июня. Я всегда удивляюсь, как много убого добрых людей, о которых мы почти ничего не знаем. Оказывается, смотри, там петли, и за петлю легко делать и вешать. Но это надо ее распилить на две будет, а то шипка низко будет. Ну и там везде по развешиванию. Ну же хозяин спрашивает, а что попортится? Ну, картошка, морковка, сливки есть моему в холодильник отдали. Сейчас у нас основка в Воронеже, в шахтах, где были, и сразу на Грузию, Турцию и в Грецию. Ну, а дальше через море в Италию, как Господь благословит. Вот так. Я пошел. Там водичка, дыши-ка я под кюмой лейду. Хозяин, тут прибежали воды, принесли. Лампочка, она не работает. Меня на руки подняли, чтобы я достал. Поставить лампочку. Вообще, где удаешься? Первый раз видимся. Не видели, вообще друг друга не знали и не слыхали. Владимир Александрович Кур. И вода хорошая. Ой, лампочка тут. Видите, какие у нас книги. Любую книгу мы возьмем. Вот, Новый Завет. Сколько? На двух книгах 240 иллюстраций. Это наша раскраска. Посмотри, какая. Вот эта книга вы видели в библиотеке у Владимира Владимировича Путина. И под цвет закладки желтый, ну так как белый, синий и красный. Под цвет нашего российского флага. Который, я считаю, лучший за всю мировую историю. Видите, как книги эти выглядят. Чудесно. Так, я пошел, скорее расслабить. Люди могли найти тебя. И прославить вина твоя святая. Загослови патриарха, епископа, священника. Дай веру твою, рождение свыше. Давай не трудились в духе святом. Правители, усмири под крепкую руку твою. Тише, мятеж и на Украине. Слава тебе, Господи, что ты возвратил наши паспорта. Хвала тебе. Будь милостей к нам. Путь наш проложит. И предстоящая встреча. И сердца наша приготовь к тому. Возрай милостей хозяеву, владенивая, фрасту его. Найди и обрати. Только ты это можешь сделать, владыка. И повоим милостей, великий щедро твой, который мне счастлива. Ты нам это показываешь каждый день. Благослови и Кирилла. И все его содружества. И родных и близких наших. И сохранение здесь. И жилища наше от пожара, от воров и чистой силы. Между нами это будет мир, любовь и согласие. По слову твоему. Благослови и Кирилла. Благослови и Кирилла. Благослови и Кирилла. Аминь. Примя нашу молитву, друзья. Я руку, как жертву, лечебнее благословение, Приятное перед престолом благодати твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящихся тебе на небе и на земле. Услышу, Боже, исполни молитву всех молящихся о нас, Ва благо нам. И примя нашу молитву всех, запоедших нам, молиться о них. спаси и помилуй Аллилуйя. Говори, Господи Владыка, слушай и слышит, Рад Быв. Аминь. Доброе утро. Далее мы в дороге помолимся. Так, занимаемся книгами, и если время покажет, можем позавтракать. 3 июня 2014 год. Мы на своей, так сказать, базе Калужской области. Хозяин, вот дом его принял нас радушно. Владимир его зовут, молитесь за него об обращении. А в этом контейнере, чудо-контейнере. Мы раскладываем книги. Вчера вот начали, а сегодня продолжим. Утро, 3 июня. Это около 6 утра по Москве. Слава Богу за все. Хозяин несет воду. Добрый хозяин, Господь нам дал. И собачка. У него таких две, только разных пород. Такса и еще какая-то порода. Вот она пришла. Ну ладно, ставьте тут. Я хотел спросить вас, Владимир, у вас фамилия, Кук. Это с какой национальностью? Эстонец. А? Эстонец. Эстонец. Я ребятам говорю, я служил в армии когда, ну в Марслоте. Ну а туда всякие были, узбеки и другие. Они, моя твоя не понимает, еще не делают. А эстонцы, латыши, литовцы, высокие, рослые, трудолюбивые. И после армии я уже искал Бога. Куда дело, куда поехать-то? Я решил поехать. Брат Николай. Ну-ка иди ко мне. Ну-ка. Ну-ка, Маша, отсюда будешь страхи. А то сейчас он отпущу урагана-то. Он тебе уши поднимет. Ну. Вопрос еще маленький. Наша, он столу подсил. В коробах нет, сел, поехал. Воды нет, руками тащить где-то. Ты еще родной, близкий. Еще раз так упираешься-то. Упираешься? О, Господи. Понимаешь, вот самое главное мы замечаем. Вот меня спрашивают, такая жизнь у меня была, ну там тюрьма и прочее. А что самое у тебя такое сильное? Я говорю, знание у меня осталось, как много у Бога добрых людей. И они почему-то мне встретились. И не просто встретились, поздоровались, а приняли такое деятельное участие в том, что я делаю. Ну, делаю ради, чтобы бизнесмена разбогатеть. Вот это самое великое. Все остальное, оно пониже. Вот это ниточка друг другу. А это напоминание, вот сейчас сколько о нас молятся, уже попадаете под это влияние. И где-то от авария, от несчастья Бог спасает. Потом ум просветляет из-за того, что ты добрый. Это написано в деяниях. Он молился, был сотник, капитан римской армии. Они оккупировали Израиль. Но он любил Бога и творил милостыни, молился. И к нему был послом, апостол Петр. И с него церковь языческая началась. Он положил начало и для нас. Это 10 глава, деяния апостола. Явился ангел, когда он молился, вдруг ангел явился и говорит, милостыни твои. Он много жертвовал. Пришли. Пришли на память перед Богом. Иди ко мне. Так, подожди, Маленький, не угоняйся. Подожди, я сейчас посмотрю, как он будет себя вести. Познакомлю его сейчас. Это Найда, да? Кто Найда? Кто Крокодил Гена? Крокодил Гена. Похоже, чем-то. Лапки короткие. Хорошая, но я вчера гладил, она ласковая. Сарделька. Сарделька. Ну что, не дали тебе, да? Не дали тебе ничего. Попакостить не дали, да? Где она? А, вот он где. А я у нее так лучше поставлю, поставь. Иди посмотри на собачку. Тихо, тихо. Да она детка внутри. Нельзя, фу. Знакомство первое. Маленький, и какой хороший. Лушки у него какие. Нельзя. Фу. Сдыбился как. Не скушай судьбу. Побежал, а. Он не тронет, он понюхал только. Он послушный. Видишь какой, все. И уже брында не нужна, пошел. Ураган познакомился с местной красавицей. Все, хвост пожал. Ретировалась. Вон как угорел, сразу капец. Все, она к нашему столу все лепилась. А сейчас что-то ей уже стол не нужен. Посмотри какая она красавица. Ну, нельзя, фу. Все, не нужен стол теперь уже. Ой, 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 ой. Ну что, и аппетит пропал. Иди, сардынечка, иди сюда. Напугали ее. Ну-ка, сидеть. Сидеть, говорю. Ну. Глаза протирает хозяин. Да. Клещи-то у вас есть здесь? Да. Полно, наверное. Ага. Иногда бывает раз в пять, наверное, задний снимаешь с себя. Да, пошли еще немного прогулять. У нас тоже много. А ты не вижу эту собаку-то. А он уже в сумерках. Тот налетел, правда, а то он не боится. Какой смелый-то. Тот волчонок. А? Волк. Ну что? Ну, он хаски, он волк. Он и не лает у меня. И он прям налетел никаких. Я этого тянул. А где он сейчас? Не видать его. Серый. Его поближе надо снимать. У него глаза голубые. Где он? Иди сюда, сардынка, иди сюда. Его не видать где-то. Ну, где-то лежит, наверное. А вот сейчас. Сейчас подойду, доем пока там. Вон он. На расстоянии полметра хотя бы. Серый. Вон он. Красавец. Это какая порода? Хаски. Как? Издавая хаски. А, издавая. Да, да, да. Ну, я же видел в документальном фильме таких красавцев. Они же северные, да? Ну да. Мужака все время. Да, да. Они северные. Они выносливые. Вон он это. У них какая порода? Издавая хаски. Издавая хаски. Красавец какой, а? Хоти, хоти, хоти. Нельзя вплотную. Видите, как он глядит-то на нем. Очень видит. Ох, аж поводок дрожит. О! Смотрите, а то он достанет. Он мне сильно понравился. Он не побоялся, что в другой лесовой категории. Он сильный такой, что голова. Волчинная морда. О, он слотный подошел. Волчинная морда. А третий схватится. Он живой. Глаза голубые. Какой хороший, да? Дочери подарили на день рождения. Вот, что подставляет себя, это означает, что я покоряюсь. Сейчас вывернемся. Это у них такой закон. Да. Он подставляет самое любимое место даже шею. Тот,от,от,от,от,от,от,от. Не сделали. В таком боевой пирс. Да, больше нельзя. Все, 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 все. А вы еще не раз будете встречаться, но на расстоянии. Он не нападает, он играет. Дай ему, дай понюхать. Он еще играет, он хороший. Глаза голубые у него. Отвяжет хвост рукой, все, полетел. Глаза-то голубые. Глаза-то голубые. Ага. Это же ездовые собаки, на них же по северу-то. Да, да, да. Красавчик. Какая-то голубые ты его не удержишь. Вживую я его увидел. Я все смотрел в фильмы документальные о природе, вот о собаках. И вот я вживую его увидел. Красавчик. Увидел это удовольствие. Да, красавчик. Да. Но сторожит хорошо он? Нет. Он не сторож, он не лает. Я не слышал, как он лает ни разу. Ага. Вот. А так он полный у меня. Выкопал. И здесь рыбка, наверное, бывает. Рыба, да. Вчера жарили рыбу тут. Наловили. Рыбу-то. А какая рыба здесь ловится? Ну, карп, карась. О, даже. Белый амур. Здорово. Я запускал же сюда. Разводили их, да? Да. А мы потеряевки пробовали, запускали, и она у нас погибла почему-то. А пруд хотя побольше этого. Там же у вас еще дальше соединение, да? Нет. Дальше я вот плотину поставил здесь. Там просто соврать был просто. Ага. Вот он, ножик какой-то не потеряли вы? Вообще липовые аллеи красивые. Да. У нас в Сибири нет таких. Удивительно. Вот он, липовые аллеи. Чаще всего. Дальше. Удивительно. Удивительно. В ДВИС. Я сейчас ребятам расскажу, у нас отец пастух, но мы выросли на поле, больше всего не любим коз, невозможно, козер, вот тот, он, скажем так, прыгает с точки на точку, а, ну, ведущий, ну, по центру, механизм, пакет, людей за горе бросили, сам за границу, как будто девичьше уехало перед строю, а она все былоomonisi, врану в地, но он вылез, а овечка-то занялла, да я ее вытачивать не могу, а они летят за ним, ну, как наше, голосуем, одобряем, у меня есть я носил, а показывает? этих, 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 эти, когда малышки Australian как, наши, successful people after all, а малышка universals,軸 Questions and entender его диапазонис, когда налево с Francesco differential, ножа было разложено в любом виде, толстый левом виде, 발 lamp buss. Иди сюда. Иди ко мне быстро сказал. Моська на слона бросается. Козы это родственники чертейши прямые. Мы едем по делу Божьего. Иисус Христос сказал, идите, просимулируйте, проповедуйте Евангелие и все тварицы. Ну мы вот это и делаем. Когда приходим, говорят, а где вы раньше были такие баскинские индустрии спрошить? Где он православный будет? Про твари будет. Патриарх Кирилл так и говорит, выходите на раскульт. Думали вначале, как народ клынул. Ну народ дальше пошел, саентология, разные следы. А вот такой все. По-моему, денег нет. Секрета никакого нет. Я слушал, патриарха в миллиардах обвиняют. Нам никак не могут поверить, что мы были глупыми. Но когда люди разбираются, мы самые богатые. Ну это действительно так. Самое главное душой быть. Я как-то сказал, говорю, я сегодня встречался с губернатором. Он в редакции говорит, вы то ли хвалитесь. Это они хвалятся. Вы, говорит, один, а их в каждом понатыканном ездить. Ну да. А что он? Его сегодня снялось. Я нет доверия Лужкову. И у него как будто не было. А мне нет доверия, мне нужды нет, я продолжаю работать. Вот именно. Она как шила туда-сюда. Еще только не было. Я опять тюрьм прошел, за слово Божье. И главное помилование. Реабилитации нет. Только в 1992 году пришла в семь. Нас было 210 политзакрещенных в 1987 году. И по указу Президию Верховного Совета всех выпустили. И главное не амнистия, а помилование. То есть как будто я виноват, а не помилование. Вот именно. А я брал репрессионных интервью. Архипелаг ГУЛАГ. Я в первой стране его распространил. А журнал Новый мир на 10 лет позже. И все, власть рухнула, а мы все еще катались. Все правильно. А они как говорили, что союз нерушимый. Пели-то. Я еще тогда при Советском Союзе сказал. Веник, как в сказке, можно сломать только в одиночку. Вот так, если весь его не сломаешь. Вот раздробили, сломали. Так, мы угрозимся. Помочь надо вам? Давайте, посмотрите, что мы делаем. Так. Ну, давайте. Все, давайте я буду таскать. Да нет, нет. Помогали грузить нам местные, калужские мужики. Вот правый это хозяин этой местности, этой усадьбы. Владимир стоит. Кардан оставит. Николай говорит, братья, зачем ее поднять не может. Мы едем по таким дорогам, где только асфальт и по опару. Это лишняя тяжесть. Ну, спросите, узнайте причину его. А? Узнайте причину, я уже понял. Подъезжаю сейчас, чтобы остальное загрузить. Мы загрузили книги вон там, где мужчины стоят. Рожь. Мы готовимся к отъезду по Европе. Самая длинная поездка будет. Принциплину сейчас. Провожаю. Смех, неистрирую. Да. Уплажайте. Да, ух, нет. Провожаю. Здесь встал на это. Ничего не забыли мы здесь. Собираемся в Европу. Ничего не забыли. Ничего не забыли на это место и все пребывающие здесь. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С Богом, братья. Поехали. Удачи. 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 С Богом. С Богом. С Богом. Попутный ветер у Вас был. С Богом. Он д Shakes. Поехали. Сохраняем une discovered. Выезжаем в Европу. Через Турцию, в Грецию, будем переплывать. Нас провожает местные вот они идут. Садятся И все, с Богом Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok